В этом году пресс-конференция Владимира Путина пошла по новому сценарию. Обычно глава государства начинал выступление со вступительного слова. В этот раз решил сразу предоставить журналистам возможность задать тон беседы. Первым стал вопрос о прогнозах. Представитель Кремлевского пола напомнил президенту, что год назад он говорил о том, что на выход из кризиса потребуется года два. А каким будущее экономики страны видится главе государства сейчас? На сегодняшний день, во всяком случае, правительство рассчитывает выйти на рост экономики 0,7% в 2016 году, на 1,9% роста в 2017, на 2,4% роста в 2018 году. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это всё посчитано из расчёта 50 долларов за баррель. Сейчас это ставка ниже. Волатильность очень большая. Мы не будем спешить с пересчётами и с внесением корректив в бюджет, потому что это влечёт за собой снижение объёма финансирования и социалки, и реального сектора. Но правительство, конечно, готовит сценарий на любой вариант развития событий. Поговорили и о внутренней политике. У президента поинтересовались, доволен ли он работой правительства и стоит ли ждать кадровых перестановок. Я очень бережно отношусь, а, к людям, и, б, считаю, что кадровая чехарда, она, как правило, конечно, не всегда вот эти перемены кадровые являются негативными, но чехарда, она не нужна, она мешает. И если что-то у кого-то не получается, за что я тоже несу ответственность, я считаю, что здесь есть и моя вина. Поэтому никаких изменений, существенных, во всяком случае, мне не предвидится. Не обошли стороной и тему международных отношений. Напряжённость во взаимоотношении с турками на федеральном уровне откликается и в регионах, говорят журналисты. Тем временем во многих областях с турецкими предпринимателями заключены контракты. Как поступать с ранее достигнутыми договорённостями, спрашивали у президента. Конечно, нужно продолжать свои контакты с близкими нам, этнически. Я говорю нам, потому что тюркоязычные народы России – это часть России. И в этом смысле и турецкий народ, о котором я говорил в послании, как о дружественном нам народе, и другие народы тюркоязычные, они как были нашими партнёрами, друзьями, так и остаются. И мы, конечно, будем и должны продолжать с ними контакт. Военная операция в Сирии тоже волнует многих. Представители федеральных медиахолдингов интересовались, как долго продлится присутствие российских военных в этой стране. И не нанесёт ли это удара по бюджету. Владимир Путин заверил, мы будем в Сирии до тех пор, пока об этом просит легитимная сирийская власть. А казна страны от этого не прохудится. Это не несёт какой бы то ни было серьёзной нагрузки, не связанной с серьёзной нагрузкой на бюджет. Часть средств, которые мы планировали на обучение и на военные учения, прошу прощения за похожие слова, мы просто переориентировали на операции наших ВКС в Сирии. Обсудили и поддержку, которую в следующем году получат российские регионы на развитие агропромышленного комплекса. Президент отметил, рост в сельском хозяйстве в 3% стал результатом освобождения рынка для отечественного производителя. Без всяких сомнений, мы должны поддерживать и фермерские способы и формы ведения сельского хозяйства. Фермеры вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Все планы, связанные с поддержкой агропромышленного комплекса, они, безусловно, будут исполняться, в том числе и финансовая поддержка. Есть и другие формы. Например, единый сельхозналог там можно соответствующим образом трансформировать для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку фискальную. Можно помочь в реализации продукции, имея в виду соответствующее объединение, для того чтобы фермер мог реализовать эту продукцию. Ну и, наконец, существенная поддержка, но такой никогда не было, это освобождение собственного рынка для нашего товаропроизводителя. Также на встрече с журналистами президент говорил о возможном повышении пенсионного возраста. Владимир Путин подчеркнул, это не затронет тех, кто уже ушел на заслуженный отдых. Говорили и о возможном восстановлении полетов в Египет. По мнению президента, это делать пока рано из соображений безопасности. Всего же возможность задать свои вопросы президенту сегодня получили 32 российских иностранных журналистов. Ольга Тишинина, Анна Московских, Новости.